сегодня я хотела бы протестировать новый маркер для тканей pbo и это маркер для темных тканей у меня уже записано видео где я тестировала вот эти вот черные маркеры pbo и edding вот так вот выглядит надпись сделанная этим маркером и теперь я бы хотела посмотреть какова кроющая вообще способность у этого маркера что предлагает нам производительским сделать перед использованием необходимо хорошо потрясти несколько раз нажать на стержень время высыхания 2 часа фиксация 5 минут утюгом в режиме хлопок без пара с изнаночной стороны окрашенное изделие можно стирать при температуре 40 градусов вот видите здесь другой наконечник 4 миллиметра и он закругленный у этого маркера острый наконечник вот так вот он выглядит острый кончик к сожалению эти маркеры нет возможности протестировать в магазине и понять подходит он тебе или нет вы видите да насколько плотно он упакован пленка полиэтиленовую потрясем как рекомендуют я буду использовать кусочек джинсовой ткани но я так понимаю что должен наконечник пропитаться надо несколько раз вот так вот нажать чтобы краска начала поступать и пропитала стержень насколько долго это будет происходить вот уже начинает проступать вот видите здесь у него очень на самом деле сильный запах этого маркера в целом пришлось стряхивать где-то около минуты вот наконец краска поступила и теперь я пробую наносить вот такие вот хорошие яркие точечки получаются ну что ж попробую тогда сделать надпись смотрим вот на ватный диск не переносится так чуть-чуть а на палец чуть-чуть перенеслась краска вы знаете очень хорошо он перекрывает ткань темную черную вы видите насколько яркий рисунок получился посмотрим при нанесении на большие участки как он себя будет вести ну вот этот вот первый тест я хочу сказать мне нравится результат я бы хотела на самом деле нанести рисунок на черный зонт и посмотреть как это будет выглядеть здесь я использую хлопчатобумажную ткань это джинсовая ткань и вы видите да с обратной стороны я пробовала вот эти вот два маркера он не просачивая ткань он не просачивается то есть он остается на поверхности вот так вот выглядит пбл вот зонт я попробую на маленьком кусочке это хлястик и с внутренней стороны сейчас попробую нанести посмотрим что получится нарисую капельку он остается на поверхности не впитывается и вот так стоит каплей сейчас попробую просушить просушиваю в течение 40 секунд вот так ну вот здесь вот вы видите на образце вообще-то бумажной ткани суровый такой джинсовый он впитывается но на поверхности все равно рисунок довольно яркий здесь очень яркий рисунок и вот после просушивания я вижу что вот это вот краска очень плотно легла и она не прозрачная что я могу сказать результат мне очень нравится буду использовать этот маркер для росписи темных тканей они 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 Продолжение следует...